Каждая девочка в детстве мечтает стать актрисой. Невообразимо сложная, но увлекательная профессия привлекает многих. Съемки, гастроли, эстрадные подмостки, адский труд. Но в то же время интересные встречи, возможность творческой самореализации и признания публики. Работа – капля таланта, а также труд, труд и труд. Сложно? Очень сложно и довольно долго, но это того стоит. Сегодня в эфире программа «По существу человек, который не понаслышке знает все перипетии адского труда». Актриса театра и кино Екатерина Порубель. Екатерина, здравствуйте. Здравствуйте. Первый вопрос. Услышала вашу фамилию, так стало интересно. Откуда она? Расскажите, пожалуйста. Мои, это получается, прадедушка, нет, да, прадедушка и прабабушка, они были донскими казаками. И фамилия была довольно-таки простая, что это Порубай или Порублев. И дедушка решил, что она как-то не звучит совершенно. И просто ее переделал на Порубель. В общем, сам создал фамилию. Да, по сути, да. То есть какой-то национальной привязанности по сути нет. Здорово. Расскажите, пожалуйста, с чего все началось? Почему вы решили стать актрисой? Ну, в детстве я ходила в театральную школу. Ну, собственно, если бы я туда не ходила, мне бы и в голову такая мысль не пришла. Ну, и как-то все получалось. И педагоги все говорили, давай, попробуем. Потом какой-то другой профессии я не могла себе представить. Ну, как-то мне, наверное, ни к чему такому особо не лежала душа. И пошла в театральный институт так, на бум. Авось. Авось пройду. Ну, не пройду, значит, ладно, что там такой конкурс. Видел меня Виктор Иванович Коршунов. И как-то, видимо, я ему приглянулась. Или что-то он во мне разглядел. Потому что всегда, ну, когда приходят абитуриенты, видно, способный человек или нет. Но дальше идет уже такое разделение на вкус. Ну, каждый педагог, мастер выбирает тех людей, которые ему симпатичны, интересны. И что-то он в них там видит на будущее. Потому что так разглядеть, сказать, кем ты будешь, когда закончишь институт, невозможно. То есть это немножко так нужно видеть наперед. Но, видимо, он что-то увидел. И, в общем, так я попала в эту жизнь актерскую. За все это время, что вы являетесь, так скажем, актрисой, вы ни разу не пожалели? Не было такого, что подумали, лучше бы я там пошла на певицу, например? Нет. Нет, ни разу не жалела никогда. Потому что это особая какая-то вот жизнь. Я не имею в виду, что там какая-то богема. Вот это я все вообще не принимаю, не воспринимаю. Но в то же время ты общаешься с очень интересными людьми. И в театре. И когда даже попадаешь в институт, ты попадаешь в какую-то совершенно другую атмосферу среди других людей. И ты становишься частью им, ты меняешься как-то вот в такую сторону какого-то творчества, какого-то, ну, немножко иного восприятия жизни. И твои знакомые, они и друзья, они тебе интересны. И как-то вот именно круг общения очень интересный. Вот насколько я знаю, у вас родители более относятся к техническим профессиям, к представителям технических профессий. Как вот они отреагировали на то, что вы решили стать актрисой? Ну, то, что я решила стать актрисой, все сказали, ну, давай, иди, что ты все равно не поступишь. Нет, ну, вообще, конечно, все были очень рады, когда я поступила. И вот, в общем, все рады. То есть никаких отговоров, что зачем, никогда этого не было. Понятно. Скажите, пожалуйста, вот я знаю, вы играете и в театре, и в кино. Что вам больше нравится самой? На самом деле, это две абсолютно, ну, как бы, профессия-то одна, но абсолютно две разных, два разных существования по сути своей. И я даже не могу сказать, что мне где-то нравится больше. Я удовольствие получаю и в театре, и в кино. Ну, театр, конечно, он такой, эмоция здесь и сейчас. То есть ты непосредственная взаимосвязь со зрителем, да, и ты получаешь некий драйв и кайф от именно того, что ты делаешь в театре. Кино – это более такая интеллектуальная работа, потому что ты всегда понимаешь, когда ты выходишь в театре, ты понимаешь, что у тебя есть, ты не можешь переделать. То есть то, как ты сделал, это здесь и сейчас, и никак иначе. А в кино ты больше, как бы, головой подходишь ко всему. Ты понимаешь, что если ты что-то не так сделал, ты можешь переделать. Есть дубли, ты можешь сделать так, не понравилось тебе режиссер, вы можете это переделать. То есть как бы это немножко другая история. И понятно, что существование, по сути, разное. Кино – это больше приближено к жизни, театр – это по-любому некая утрированность и абсолютно другое существование. Поэтому я люблю и то, и другое в равной степени абсолютно. Давайте немножко поговорим о, пожалуй, самом нашумевшем вашем сериале. Это «Серафима прекрасная». Насколько я знаю, за роль в этом сериале вы даже получили Тэфи. Вспоминая этот фильм и работу над ним, расскажите, пожалуйста, каково было перевоплощаться в эту женщину? То есть там, я так понимаю, была такая героиня, которая, как говорится, и коня на скаку остановит, и в горящую избу войдет. Были ли сложности какие-то, как вам было? Ну, поначалу, когда я все это прочитала, я вообще не знала, как за это взяться, с какой стороны, потому что я никогда не стакивалась с таким объемом. Но для меня это была огромная школа, потому что там есть все. И потери, и приобретения, и падения, и вставания с колен и так далее. Как артистке это безумно интересно, и это такая мощная тренировка вообще всего какого-то актерского существа. С перевоплощением я вот вообще не знаю, не умею наперед себе придумать что-то. Оно рождается вот в данный какой-то момент. Мы начали работать. И я еще не понимала, как это будет, что оно будет, на что это будет похоже, кто... Ну, как бы я, конечно, прочитала сценарий, я знаю, что это должен быть за человек. Но, по сути, оно стало складываться именно уже на площадке. И там даже, наверное, в первый день я поняла, что я нашла свою Серафиму каким-то образом. Я не знаю, каким это сверху оттуда. Вот. И подошла ко мне Карина и говорит, ну, режиссер Карина Фальянс, говорит, ну, я нашла свою Серафиму. То есть у нее как бы тоже были сомнения, потому что, ну, как бы неизвестно, как это случится. Вот. Ну, в общем, она нашлась, Серафима. А какие вот главные черты вашей героини, Серафимы, вам близки? Ну, наверное, целостность некоторая, некая. Потому что простота, грубость, это не ко мне немножечко. Вот. Ну, именно ее такая вот целостность, целеустремленность, непоколебимость, такое вот совершенно какое-то отношение к своим близким удивительное, к своей семье. Вот. Потому что я считаю, что для меня вообще работа и все остальное, это на втором плане. Вот. На первом плане моя семья. Если кто-то что-то хочет как-то, не знаю, подпорчить, да, 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 то я глотку перегрызу, как Серафима точно, сразу просто. Вот. И понятно, что какие-то проблемы, там, со здоровьем, еще с чем-то. И всегда ищешь выхода по полной программе. Вот. И находишь. И Серафима в фильме это подчеркивается, она, ну, скажем так, дурнушка. А вы вот такая красивая русская женщина. Как вас портили? Как вам портили внешний вид? Ну, я была немножко больше. Всегда. Потом одежда. Ну, на любую женщину одень телогрейку. Понятно, что все понятно будет. Вот. Одежда очень, она характеризует человека. А потом тоже макияж, вот так, брови разлохматишь, и вообще все хорошо. На прямой пробор я буду страшна. А есть ли у вас какая-нибудь роль, которую вы мечтаете сыграть? Ну, конкретно такой нет. Вообще я очень не знаю почему. Мне кажется, что у меня довольно-таки советская внешность. Вот. Но почему-то я все время играю современных каких-то персонажей. Вот. Даже, ну, тоже Серафим, но все равно это. Да. Вот. Я бы очень хотела, что такое, сороковые годы, пятидесятый, такой Советский Союз. Ну, пока что-то как-то с этим тяжело. Ну, еще все впереди. Успех Серафима был просто поразительный. Что будет дальше? Какие у вас планы? Ну, вот сейчас я отснялась в картине, которая называется «Крестная». Вот такая история на четыре серии. Мне кажется, что она такая очень трогательная, милая, женская такая история настоящая. Вот. Я думаю, что равнодушными зрительниц особенно она не оставит. Вы приехали в столицу Чувашии в составе трупа Московского театра «Глобус». Какой спектакль ждет зрителей? Называется он «Два мужа одной жены». Это такая комедия. На самом деле, вот я в последнее время смотрю, довольно-таки часто бывает такая история, что, ну, вот, антрепризный вариант, да, когда муж две жены или жена два мужа. Вот. Ну, по сути, это легкая комедия, такая она очень радостная, с закрученным таким сюжетом. Поэтому я думаю, что, ну, оно на самом деле рассчитано на то, чтобы повеселить и порадовать людей. Ну что ж, спасибо большое за беседу. А я напоминаю, в эфире программы «По существу» мы общались с актрисой театра и кино Екатериной Порубель. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова